Так, ну и теперь непосредственно перейдем к проверке, тестированию. Проверять будем вот на таком китаезном пауэрбанке. Я показывал, что там внутри было. Раньше здесь были 5 банок 18650, 3 из которых были фальшивки, пустышки. Я из подобных еще такие же банки, но нормальные допаял. В итоге здесь сейчас 4 банки 18650, китайские, неизвестная емкость. Вот как раз и попробуем замерить емкость этого пауэрбанка. Сейчас он, я его зарядил на полную. Так, и поскольку я уже говорил, что это не знаю какой дубль, я уже пытался снять проверку. И вот на таком самодельном и на этом. Ну здесь тоже вот как раз заряжен полностью. Что у меня получалось? У меня получалось, что вот эти вот платы, платы защиты, что вот это, что здесь, при токе выше 1,6 А уходили в защиту. То есть, вот эти платы уходят в защиту. Не позволяют разгонять скорость ток заряда до 2 А. То есть, я здесь переключал на 2 А, и буквально через несколько секунд эти платы уходили в защиту. Что на этом пауэрбанке, что эта платка. Поэтому проверять будем на 1 А, на потреблении, на нагрузке в 1 А. Ну и попробуем замерить, какая емкость в итоге вышла у этого, ну почти полусамодельного пауэрбанка. Так, подключается все это просто. Так, здесь сверх ногами получается вот так вот. Вот, сейчас напряжение 4,97. Делаем сброс. Так, обнулили счетчики. И, соответственно, сюда мы уже можем вывести наш кабель к телефону, к планшету и чему угодно, чтобы замерить емкость. Так, и подключаем теперь нагрузку в 1 А. В 2, я говорю, в 2, плата защиты уходит в защиту. Вот тавтология, в общем. И все, включился светодиод. И пошло потребление. Как видим, 0,9 А. И посмотрим, какова же будет емкость этого пауэрбанка. Итак, прошло 54 минуты. Пока вроде все работает. Следующее, наверное, включение будет, когда уже плата защиты отключится. То есть, съест емкость этого пауэрбанка. Сопротивление горячее. Даже нельзя палец поднести. Жесть, конечно. Даже видно, что немножко флюс даже бежит. Итак, прошло определенное время. Плата контроля защиты у нас отключила подачу питания. В избежание переразряда литий-ионных банок. Потому что это губительно. Соответственно, поэтому она и называется платой защиты. Так, все данные сохранились до тех пор, пока мы не нажмем кнопку Reset. Поэтому мы сейчас посмотрим. Не знаю, запустится еще на чуть-чуть. Ну, кстати, фонарик пашет. Но на заряд уже не выдает энергии. Так, теперь давайте тогда посмотрим, какова реальная емкость вот этой махины. Махина она, потому что большая. Здесь, опять же, банки. И посмотрим реальную емкость китайских этих вот фальшивых таких банок. Так, отключаем нагрузку. Подключаем к питанию, к любому. И что мы видим? Разряд. То есть, 2 часа 48 минут и емкость вот этой вот дуры оказалась 2600 мАч. 2,5 Ач. Сами понимаете, что это смешно, потому что такая емкость нормальных, обычной, оригинальной банки 18650. А здесь их 4 штуки. То есть, в китайских подделках емкость, грубо говоря, занижена в 4 раза. Вот и думаете, как покупать китайские банки и пауэрбанки. Причём нонейм. А представьте, здесь заявлено, да. Так, у меня разряжается батарея на телефоне. Следующее включение, когда уже подзаряжу аккумулятор фотоаппарата. Итак, продолжим. Зарядил я фотоаппарат, вернее, аккумулятор от фотоаппарата. Причём, опять же, через этот USB-тестер. И давайте посмотрим, что он нам выдал. USB-тестер. Вот такой вот аккумулятор на фотоаппарате. Фотоаппарате 700 мАч при заявленных 1000. То есть, вполне реально честные 1000 с учётом того, что это фотоаппарат бэушный. И уже несколько лет этому аккумулятору. Но продолжим теперь дальше. Так, мы проверили ёмкость этого пауэрбанка. Ту ёмкость, которую он отдал. Теперь проведём другой эксперимент. Сколько он возьмёт в себя. То есть, будем заряжать от сети. Через USB-тестер. И посмотрим, какую ёмкость он вберёт в себя. Заряжать будем от телефона зарядочка. Заявлено на 750. Так, видно будет. 700 мАч. И как раз продемонстрирую плюс. Такой небольшой плюс этого тестера. На проверку вшивости. Насколько хорошая зарядка. Хорошая или плохая зарядка по поводу просадки. Потому что не у каждого есть там мультиметр. Не каждый подключит параллельно вольтметр. Чтобы посмотреть, насколько просаживается напряжение. И в зависимости от того, как сильно просаживается напряжение, можно сделать вывод. Судить от того, насколько качественная и хорошая электроника в зарядке. То есть, насколько качественная стабилизация напряжения. Так, ну и теперь Всё это дело подключаем таким образом. USB-тестер в зарядку. Кобелёчек. И подключаем Powerbank. Так, давайте сначала посмотрим, насколько плохая эта зарядка. Ну, блок питания, вернее. Подключаем мы без нагрузки. Напряжение нам зарядка выдаёт ровно 5 вольт. Как мы видим, счётчик мы обнулили. Всё по нулям. И теперь ставим нагрузку. То есть, нагрузка в данном случае это Powerbank. Зарядка Powerbank. И смотрим. Напряжение просело до 4,8 вольт, что, в принципе, не так уж и плохо. И всё, пошла зарядка данного Powerbank при токе 0,9 ампер. То есть, как мы видим, вполне такая неплохая зарядка телефона, что написано 700 мА, даёт, ну, почти ампер. 0,9. Всё, теперь я оставляю на N-ное время и посмотрим, насколько, какая будет разница между отдачей и с зарядкой. Так, а теперь я покажу пример грубого замера подобными тестерами. Как я уже говорил, что на самом деле прибор ничего не замеряет, а он лишь фиксирует тот ток напряжения, который проходит через него за определённый промежуток времени. И как раз вот пример грубого подсчёта. Сейчас покажу. Вот я заряжал тарелку ночью, уровень заряда оставался на 10% и заряжал включённым. То есть, помимо того, что шла зарядка телефона, так же шёл и расход батареи, которая установлена в телефоне. То есть, он и заряжал, и работал, потребление шло на работу самого телефона. Внутри стоит, ну, примерно такой же, это от другой старый, но стоит такой же. Здесь заявлено 1500 мАч. так, и сколько он у нас съел для полной зарядки до 100%? 1600 мАч. То есть, как мы видим, что ёмкость, которую показал нам этот тестер куда выше, чем на самом аккумуляторе. То есть, естественно, что та разница, она шла просто на работу самого аппарата. итак, прошло 6 часов и 20 минут. Как мы видим, ток заряда упал до нуля. Наш пауэрбанк полностью заряжен и вобрал в себя 3800 мАч. Такая разница обусловлена тем, что здесь стоят очень и очень плохие банки 18650 с высокой степенью разряда. То есть, они теряют половину своей ёмкости просто так. Так что, никогда не берите. Но нейм, пауэрбанки, тем более китайские такие. Так что, вот такое получилось тестирование пока с работы этого измерительного прибора. Очень нужная и полезная вещь. Советую и рекомендую всем. Конечно, если есть возможность, то купите лучше тот, который будет пропускать через себя напряжение порядка 20 вольт, чтобы была возможность замерять ёмкость аккумуляторов тех же ноутбуков. ну, а мне пока хватит и такого. Спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.